всем привет вы на канале андрей сэмова и сегодня у нас ролик будет посвящен приготовлением классического рома все просто для этого нам нужны ингредиенты это будет у нас вьетнамская миласа вот такая 14 килограмм и у сергея напитки дома я взял сахар сырец самый настоящий красниковый сто процентов сырья именно сахар но и любезно предоставили вот такие дрожжи замечательные брагман мирбир вот будем мы на них настаивать то есть они будут у нас работать на этикетке сзади вот так вот все написано как приготовить вот все очень просто ничего сложного на 25 литров у нас затор будет 100 литров получается миласы на 50 литров примерно если ее разбавлять остальное будет сахар и в соотношении получится у нас 100 литров по сахару пока не знаю сергей скал гидромодуль у него один к четырем вот и как бы будем разбавлять смотреть сколько у нас будет по плотности выходить наше сусло мы добавим наши дрожжи сусло будет у нас 30 градусов перед нанесением дрожжей сахар будем в емкости вот разбавлять нагревать воду и разбавлять чтобы он был как сиропчик чтобы им было попроще но они так работают хорошо эти дрожжи 148 что вот такие мне сказали вот поэтому главное не перегреть брагу поехали выливаем миласу так ну все просто выливаем миласу честно с ней не связывался никогда поэтому сказать на что похоже могу только сказать что похоже на свекольную потому что приходилось жизни нюхать такую миласу вот она похожа сейчас выливаем я ничего не грею потом горячей воды просто налью и все так она выливается пусть вам горячей водой сполосну и все будет отлично ну и сахар кастрюле тоже также греем в теплой делаем в виде сироп так вылил миласу сейчас налью туда ведра 2 водички из-под корана 20 градусов где-то на теплой воды ну и ставим сахар сейчас сахар будем топить делать сироп так поставил на разогрев налил горячую воду поставлен на разогрев вот такой сахар очка очень вкусный вот сейчас будем все это здесь про мог делать сироп и добавлять уже потом в общую ему сеть ничего сложно обязательно помешивайте не обязательно на индукционной плите это у меня она есть можете делать на газу у кого что есть но не на тени я думаю что на тени будет проблематично потому что он пригорит когда он сладкий будет сироп уже пригорит поэтому нужно делать только на газу на электроплите или вот на индукционной плите так ночью вот так вот все я туда засыпал но не весь брикет этот брикет будет у меня на три раза вот и вот так вот я размешиваю аромат ребят просто бомба попробовал на вкус вообще бомбовская вещь это нам в дикой у нас такого нету поэтому обязательно пробуйте ну и дальше занимаемся растворяем до конца и выливаем туда все растворил сейчас выливаем камелосе и разбавляем до нужны нам температуры чтоб нести дружи на все разбавил где-то у меня 30 градусов получилось суслое сейчас на мой объем от 4 пачки я добавлю еще написано 25 литров вот ну и написано при какой температуре то все в общем все как говорится искать не надо все написано ароматичный на всю квартиру ребят очень очень вкусный такой аромат необычный кофе шоколад что-то мелочит ну как прям очень вкусно я думаю продукт будет бомба все добавляем дрожжи и ставим под гиджи так драгу на заработал где-то через час и вот так вот все отлично у нас бродит дрожжи на ура работают но у нас все от бродила бродила где-то примерно за дней 78 и так как у меня времени не было мне еще она простояла где-то недели полторы вот время пришло вот ну как времени не был я ждал оборудование новое медное она мне еще все равно и сейчас даже уже еще не пришло вот не буду на старом перегонять ничего страшного нету в этом просто хотел уже начинать на на наши действия наши действия мы сейчас простым подстилом все перегоняем спирт-серец брагу мы не не брагу а борду мы не выливаем оставляем потом расскажу для чего запах обалденный запах не браги какой-то кисленький а вот прям такой знаете шоколадный такой обалденный запах в общем в квартире бродила все нормально запаха такого плохого не было еще сейчас собираю на алине буду потому что у меня крышка медная куплена не пришла будет скорее всего пена буду добавлять суффиксил ну и потихонечку на трех с половиной киловаттах как и раньше буду перегонять не на четырех с половиной потому что будет на этой крышкой меня очень пенится и начинает потом закидывать спирт-серец а я этого не хочу на трех с половиной вполне меня устроит ну все переливаем деливаем капельку суффиксила и перегоняем спирт-серец борду оставляем в другую емкость переливаем она нам пригодится потом впоследствии на 2 перегонки будем добавлять для ароматики но все увидите такой конфигурации я собрал свой аппарат это у нас алина куб 37 на лину меньше где-то в районе 33 потом идет диоптер чтобы смотреть будет подниматься пены или нет при закипании потом пустая царга еще одна пустая царга угол 90 дим рот и попугай почему такая длинная конфигурация объясняю для того чтобы мне поставить попугай чтоб он здесь не задевал и дим рот у меня первых образцов когда они начали только все делать вот я тогда покупал себе медным ему уже очень много лет и он уже с этой царга я все хотел вот так уменьшить ну как не дошли руки и так умеет все и осталось царга для того чтобы вот эту всю конфигурации составите чтобы это вот не упиралась в крышку ты все все пустое то есть простой тупо прямо ток все это выливаем как говорится спицерец так на что второй перегон у нас вот такая конфигурация спицерец заливаем в куб померяем сколько спиртовозности посчитаем на калькуляторе самогонщика так ну такая сборочка вы уже видели второй перегон вот получается по калькулятору самогонщика у меня получил где-то литр 400 это голов и 12 литров получилось хорошего вкусного спирта 92 процента ну в общем отбираю есть в принципе рассказать то по большому счету нечего можно хоть прямотоком хоть церкви не обязательно такой космолет как у меня выстраивать для этих целей можно было это сделать в тройную перегонку с этим со шлемом ну я решил сделать такой чистенький продукт вот без всяких нюанс еще раз хочу рассказать про mc многие пишут комментарии она сильно режет вкусовые качества продукта я этого не увидел в плане того то что она держит в кубе вот эти хвостовые фракции они у вас не идут в погон если они вам нужны размазаны по всему погону тогда я согласен можете ее не ставить мне они не нужны ни в каком виде эти хвосты некоторые для бочки добавляет мне они не нужны я хочу чистый хороший вкусный продукт поэтому я работаю с mc но можно и без нее работать как бы вот когда первый этаж у вас вот это первый этаж начинает запотевать значит хвостики поскакали но при всем погоне у вас все равно хвосты будут размазаны на всем погоне мне этого не надо но в принципе все что засниму как закончу перегон и там еще пару слов вам скажу так но ребят еще у нас прошли все перегоны вот у меня получился такой продукт но пахнет пахнет я честно до этого ром ты не пил я просто помню какой сахар на вкус какая миласа была по запаху дает как бродила и вот сейчас ну честно когда 90 нюхаешь ну вообще ничего не чувствуется по моему мнению сейчас развел постояла да ну есть вот эта романтика миласа сахара вот этого тростникового но такой своеобразный запах вкус честно вам скажу как бы это и попробую к ней но естественно это будет залито в бочку и будем уже потом оценивать это все после бочки я думаю получится очень классная штука вот а вкус ну какой-то видимо мозг выдает вот эту информацию что сахар сладкий вот это узнать он не тоже сладкий а такой вот приятный как-то что ли это фруктовый какой-то такой своеобразный что-то есть как будто и там и персик или ананас счет вот ну однозначно интересно запах прикольный будем заливать в бочку пробовать я думаю получится бомбовская тема кому понравился ролик поставить пожалуйста лайк напишите комментарий подписываемся на канал будет много еще интересного но всех рад был видеть всем пока турист ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok